Фирма «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода выиграла тендер на замену лифтов в Крыму. По договору подрядчику предстоит капитально отремонтировать 95 лифтов на полуострове, в том числе 21 в Керчи. Советник генерального директора ООО «Трансэнерго» Андрей Пищенко сообщил сайту «Керчком.ру» о том, что его предприятие выполнит целый комплекс работ, начиная от проектирования до монтажа. В настоящее время в Керчь поставлено лифтовое оборудование, которое выпускается на собственных площадях завода Нижнегород Лифтмаш. Монтаж осуществляют специалисты собственного монтажного подразделения предприятия. Так как в Крыму «Трансэнерго» работает уже несколько лет, Андрей Пищенко смог оценить общее состояние лифтового хозяйства в многоэтажных домах. Она очень печальна. Лифтовый парк морально устарел, физически изношен. Процент износа составляет порядка 80%. Очень много сил, очень много средств. Администрация Крыма кладет на алтарь того, чтобы это возобновить. Мы постоянно видим, как относится глава республики Сергей Валерьевич Аксенов к этому вопросу. Реанимировано государственное унитарное предприятие «Крымлифт Гидроремстрой», на которого возложены функции поддержания лифтового хозяйства в достойном виде. Какие же лифты будут установлены в керченских многоэтажках? По информации Андрея Пищенко, будут поставлены лифты, имеющие сертификаты по применению на территории Таможенного союза. Они оснащены системами энергосбережения, как то частотные преобразователи главного привода лебедки и частотного преобразователя привода дверей кабины, которые позволяют сэкономить электроэнергию где-то до 37% в целом. В проектировании уже предусмотрена установка осветительных приборов шахты и машинного помещения энергосберегающими светильниками вместо ламп накаливания. Само исполнение лифтов сегодня является антивандальным. Лифт имеет пять степеней защиты. Наши лифты не падают. Они падают только в американских фильмах. На самом деле лифт при срабатывании какого-то одного из элементов безопасности садится на ловители. И на этом жизни пассажира ничего не угрожает. Частотные преобразователи новых лифтов отвечают за тишину хода, плавность и отсутствие толчков при разгоне и торможении. Шумность работы лифтовой лебедки не превышает допустимого параметра – 54 дБ. Кроме того, новые лифты будут двигаться быстрее, так как рассчитаны на скорость 1 метр в секунду, а прежние – 0,71. Интересно, что лифты будут оборудованы системой диспетчеризации нового поколения – ОП-7, передающей сигналы посредством интернет-связи на диспетчерский пункт. 24 часа в сутки диспетчер сможет видеть, в каком лифте возникли проблемы. Коды ошибок расскажут диспетчеру, на каком этаже произошло застревание, какое оборудование неисправно и другие параметры. Посредством нажатия кнопки в лифте пассажиры смогут разговаривать с диспетчером напрямую. Подрядчик рассчитывает завершить все работы за 45 дней.